Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Коротко о главном. В Карагандинской области наказаны ряд высокопоставленных чиновников. Без руки художника Ребек Куюков вернулся из Австрии. Коммунисты митингуют, они против повышения цен. Подробнее смотрите в репортаже Алины Акбаевой. Карагандинская общественность обсудила возможное повышение тарифа на проезд. Слушания прошли сегодня. Это заключительный этап перед принятием решения городским маслехатам. Ответ держали перевозчики. Тариф 50 тенге уже исчерпался. Артур Григорян сегодня во главе угла отвечал за всех карагандинских перевозчиков. Все-таки рост цен на ГСМ, запчасти и инфляция касаются всех автопарков. Директор самого крупного автопредприятия уже второй год бьется за повышение тарифа. 80 тенге и не те нам меньше. Такая цена за проезд, по его мнению, даже не принесет автопарку прибыли, но хотя бы сократит убытки, пояснил предводитель автобусников. А что касается объема перевозок, с каждым годом действительно он растет. Немножко, но растет. Мы это как видим? Мы видим это по увеличению дохода. Ранее глава третьего автопарка упорно сетовал на сплошные убытки. Правда, спустя несколько секунд поправил сам себя. А почему убытки? Ну, доходы не растут в такой степени, как растут составляющие тарифы и составляющие себестоимости перевозок. Каким бы тарифу на проезд, на общественных слушаниях озвучено не было. Сегодня лишь выслушивали разные мнения и задавали вопросы перевозчикам. Однако известно, что решение вопроса о тарифе продвинется уже в ближайшее время. Тариф сейчас рассматривается еще окончательно. Мы по этому сессию не назначили. Временная комиссия, которая смотрела, там вошли ветераны, вошли профсоюзы, общественные организации, депутаты. Они у нас нет права счета, понимаете? Поэтому сейчас привлекаем экономистов непосредственно по непосредственно... Это, мы же говорим, временная комиссия была создана не для тарифа, а на изучение работы, понимаете? И она рекомендует постоянные комиссии в Маслехад. Мы уже неоднократно собирались относительно этого дела. И сейчас вот производится расчет, смотреть будем, соответствует ли вот это их предложение по... Согласно тому, что Акимат нам дал, значит, 80 не будет. Зато временная комиссия вынесла ряд рекомендаций. Среди основных пожеланий – повысить материальную ответственность перевозчиков за срывы графиков, на остановках разместить информацию о регулярности маршрутов, вести электронное обелечивание пассажиров и оснастить транспорт, GPS-навигации. Тогда можно будет отслеживать регулярность маршрутов, сразу будут видны доходы, а кондукторы и водители не смогут утаивать выручку. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Первый Карагандинский. Между тем, в другой части Караганды в это время местные коммунисты протестовали против повышения тарифов. Сегодня прошел санкционированный митинг. Несогласных не устраивает не только возможное повышение цены на проезд, но и расценки на коммунальные услуги. Сюжет Алина Акбаевой. Нельзя жить на этой минимальной пенсии. Организатором акции протеста выступила коммунистическая партия. В ходе митинга люди требовали приостановить произвол. Другими словами, их не устраивает регулярное повышение тарифов на коммунальные услуги, цены на продукты питания, а тут еще и стоимость проезда хотят увеличить. Мы, коммунисты, выступаем за честные тарифы. Мы хотим платить, но платить по-честному. Не за такие завышенные тарифы, которые сейчас монополисты делают для наших граждан. Они просто свои проблемы перекладывают на граждан и заставляют их платить. То есть такая картина, что надо с этим решать, что-то делать. Людмила Карпич – пенсионерка. Караганинка еле сводит концы с концами. Цены растут, а пенсия больше не становится. Мы раньше все имели, что хотели. А сейчас что? Мы сейчас никуда не можем поехать. Раньше ездили за границу, по весь Союз я объездила. А сейчас ничего нет. Сейчас ничего мы не видим. Пусть правительство рассмотрит бюджет не заполнять за счет простого народа, а распределить правильно. Отметим, что на митинге не прибыл ни один представитель исполнительной власти. Митингующие же, в свою очередь, требуют, что ответ держали чиновники. У меня много товарищей, которые ездят. Три-четыре остановки. Это вы представляете, у него в день уходит около 400 рублей. В месяц, вот вы посчитайте, невозможно, они мне говорят, ну просто невозможно. Ну куда деваться? Скребутся, ездят, потому что деваться некуда. Поэтому мы хотим обратить сейчас своими митингами, хотим обратить внимание нашего правительства на то, чтобы какие-то меры надо принимать. Этой акцией против повышения цен народ хочет обратить внимание властей. Алина Акбаева, Габриин Куржбеков, Асхата Бедулов, Первый, Карагандинский. Пять лет без воды. Жители района ЖБИ вынуждены добывать живительную влагу из грязных колодцев. Собственного водоснабжения в домах нет. Услугодатель когда-то отключил, а вот восстанавливать пока не собирается. В проблеме разбиралась Амина Смакова. Вода прорыв, плотим. Вот берем с колодца воду, все пьем. Там кошки, собаки все гадят, дети играют, все дома. Плотим еще за эту воду. Жители улицы Дунаевского, что в районе ЖБИ, уже который год сидят без воды. Около пяти лет назад, когда проводились ремонтные работы на водопроводе, часть домов отрезали от водоснабжения. Так и остались люди без питьевой воды. Поблизости находятся два старых колодца. Ежедневно здесь очередь. Местные жители с канистрами и ведрами приходят за живительной влагой. Однако таковой назвать ее совсем нельзя. По словам жителей, машина приводит чистую воду раз в неделю, а иногда и вовсе не приезжает. Два колодца – это источник питья не только местных жителей, но и домашних животных. Вместо того, чтобы употреблять воду из-под крана, люди пьют ее прямо из этого колодца. Вместе с ними, с таким же удовольствием, пьют ее и местные коровы. На улице Дунаевского около 10 домов барачного типа, в каждом по 10-11 квартир. У всех есть маленькие дети. О всех неудобствах без водоснабжения говорить не приходится. Октябрьский Акимат все-таки услышал. Чиновники пояснили, что за отсутствие воды в районе ЖБИ отвечает компания Караганды-Су. Представители Акимата, которые, к слову, отказались представиться, обещали проблему решить вместе с услугодателем. Тем временем в компании Караганды-Су пояснили, что в ближайшее время в проблемный район ЖБИ отправят специалиста. Он осмотрит местность и выслушает все жалобы и претензии жителей. После этой проверки будет принято соответствующее решение. Амина Смакова, Лжас Габасов, Кайрат Рашидов, Асхат Айбедулов, 1-й Карагандинский. Привнемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Далее все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. В Карагандинской области наказан ряд высокопоставленных чиновников. Сегодня глава региона провел селекторное совещание, где были представлены результаты анализа критических замечаний главы государства в адрес госучреждений. Итоги – несколько строгих выговоров и увольнения. За нашумевший завод по выпуску самолетов «Каза Авиаспектр», который так и не заработал за два года со дня открытия, выговоры объявлены сразу нескольким должностным лицам. Среди них заместители Акима области Габит Мухамбетов, Ануар Ахмеджанов, Акима Байского района, Алтай Илжасов, который тогда занимал должность заместителя главы города. Ежана Тимирханова, бывшего руководителя управления предпринимательства, а ныне Акима Октябрьского района, предупредили о неполном служебном соответствии. А Агатанову, работавшему в период реализации проекта в должности главы городского отдела предпринимательства, объявлен строгий выговор. А вот Галымжана Жумасултанова, заместителя руководителя управления промышленности, за несостоявшийся «Каза Авиаспектр» уволили. Акима городов и районов, начальники управления, соответственно, мы и куриж-заместители по блокам, еженедельный контроль по исполнению хода реализации поручения главы государства технических замещаний. Слабо исполняется и другое поручение главы государства. В регионе не на достаточном уровне организована работа по установке приборов учета тепла, как в жилых домах, так и на объектах Соскульбита, сообщил глава региона. За отсутствие координации и должностного контроля Сабыргалий Дрисов, зам областного Акима, получил выговор. К дисциплинарной ответственности привлекли также Акимов городов области. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Асхат Айбидулов, Первый Карагандинский. Скончался регрессник, пострадавший в результате поджога в департаменте Арселор Миталтимиртау. 54-летний Борис Рахметов умер в больнице. Напомним, в тот день экш-шахтеры в очередной раз требовали от работодателя регрессных выплат, которых они не получают уже больше года. Тогда один из инвалидов, Владимир Зарянов, принес с собой бутылку зажигательной смесью и устроил пожар. Пламя охватило ковровую дорожку. Борис Рахметов тогда был поблизости и получил серьезные ожоги. У него обгорели ноги. При поступлении в больницу врачи оценивали состояние пациента крайне тяжелым. Обгорело 20% кожи. Позже Борис пошел на поправку. Его даже готовили к выписке. Однако накануне состояние регрессника резко ухудшилось. С чем это связано, будет известно после судебной медицинской экспертизы. Резюме, как говорится, это будет вынесено непосредственно судебным медикам. Что, как и почему. Потому что подобного рода, мягко говоря, не запланированного ухудшения. Они крайне редко, но они бывают в медицинской практике. Больной абсолютно был стабильный. Ни по анализам, ни по ЭКГ никаких у нас опасений не было. Безрукий художник Арибек Куюков на днях вернулся из Австрии, где проходила его выставка картин. Многие свои работы инвалид с детства рисуют при помощи губ. Чем еще занимается известный карагандинец узнавал Николай Кровец. Художник Арибек Куюков в один день принимает несколько десятков телефонных звонков. Не только из Казахстана, но и из других стран. Недавно он вернулся с Австрии, где теперь друзья и знакомые интересуются, как все прошло. Почти все его работы связаны с ядерными испытаниями на Семипалатинском полигоне. Сегодня Куюков является почетным послом проекта «Атом», который был создан в прошлом году президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Наша цель – это собрать около миллиона голосов и обратиться непосредственно ко всем главам, державам тех стран, которые продолжают гонку вооружений, которые еще не отказались от ядерного оружия. О нашей стране теперь знают далеко за ее пределами. У каждой картины есть своя история, которая известна только самому автору. Как у любого человека, у Карипека есть свои мечты. Некоторым уже удалось сбыться. Мечты? Да нет, мне кажется, что мечта эта и есть у меня в данный момент, вся моя жизнь. То, что сейчас со мной происходит, то, что я могу рисовать, то, что я могу выступать перед очень большим количеством людей. И, наверное, рассказать им не только то, что я чувствую, а то, что происходило, например, у нас в Казахстане. Между тем, Карипек Куюков не одинок. У него есть друзья и любящие родственники. Жить приходится лишь на пособие, которое, к слову, составляет всего 28 тысяч тенге. Но особенно карагандинец не жалуется. Несмотря на то, что художник не имеет рук, он пальцами ног работает за компьютером, а картины научился рисовать губами. В школе помогаем. Каждое воскресенье, субботу на выходных приходим к нему домой. С удовольствием, с радостью помогаем. Убираемся дома, уборку делаем, кушать, готовим. Мы его любим, стараемся не оставлять его. 15 ноября Карипек Куюков планирует отправиться в Токио, где состоится его очередная выставка и встреча с людьми, которым он вновь расскажет о своих картинах и о стране, в которой живет. Николай Кровец, Жаслана Мандыков, Аската Бедулов. Первый. Карагандинский. Автомобилисты не только несут ответственность за нарушение правил дорожного движения и платят серьезные штрафы. Их участь несколько станет легче, согласно постановлению правительства. С 1 ноября этого года введены новшества по регистрации автотранспортных средств. Об этом в следующем сюжете. С 1 ноября 2013 года номер двигателя из реквизитов СРТС исключен. То есть при регистрации, перерегистрации транспортного средства будет уходить гораздо меньше времени. Как в странах Евросоюза, так и в Казахстане в настоящее время двигатель считается запчастью. При осмотре транспортных средств сотрудники не осматривают уже номер двигателя, а осматривают только кузов, ВИН. И естественно, номер двигателя в СРТС уже вноситься не будет. Если автотранспортное средство не эксплуатируется по различным причинам в течение последних трех лет, его можно снять с учета без решения суда. Дорожная полиция вносит заключение, и человек может писать машину, уплатив налог с транспортного средства за календарный год. При этом транспортные средства снимаются с учета без выдачи дубликата СРТС. Владельцу выдается справка подтверждения на автотранспорт со служебными записями о снятии с учета транспортного средства. Сергей Высокозов, Марат Култенов, 1-й, Карагандинский. В Караганде второкурсник ранил подростка за то, что тот не ступил ему дорогу. Инцидент произошел накануне вечера. В полицию обратилась 37-летняя карагандинка. Женщина рассказала, что ее 17-летнего сына ударили ножом. Школьник был госпитализирован в детскую клиническую больницу с ранениями в грудь и область живота. Подросток рассказал, что переходил дорогу по улице Кривогуза, неподалеку от остановки «Школьник». В этот момент мимо проезжал студент второго курса одного из вузов Караганды. Подросток не уступил дорогу машине, тогда водитель выскочил из авто и напал на пешехода. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся расследования, назначены все необходимые экспертизы. Вожатые области пытаются добиться повышения квалификации работников детских образовательных учреждений. Во дворце детей и юношества состоялось заседание круглого стола на тему роли вожатых в системе воспитательной среды. Поднимите наш статус. Министерство образования, государство, почему не поднимают статус педагога? В конференц-зале дворца детей и юношества яблоку негде упасть. Все потому, что в заседании круглого стола приняли участие более 60 человек. Это специалисты отделов образования, вожатые и педагоги-организаторы детских учреждений Карагандинской области. Основной задачей, стоящей перед педагогами, стало принятие резолюции, которая будет повышать уровень правовых и научно-методических знаний вожатых. Мне было очень приятно, что наконец-то эта работа, об этой работе говорится на уровне республики, на уровне правительства. И я надеюсь, что сегодняшняя наша встреча, наши планы воплотятся в жизнь. И наконец-то вожатые на самом деле получат тот статус, который они должны иметь. Благодаря данной резолюции, по мнению вожатых, произойдет становление научного пространства молодых педагогов в области детского движения, а также укрепление научно-методической базы детского движения. Доклады, которые представили участники заседания, отражали суть деятельности Единой детско-юношеской организации ЖАСУЛАН и анализ развития детско-юношеского движения в разных регионах. Эта презентация была представлена даже в республике, когда семинар прокатил к педагогам-организаторам вожатых. Замечательно, есть уже опыт. Директор Центра работы с молодежью Биржан Алимжанов рассказывает, что важным вопросом круглого стола для сферы его деятельности является преемственность поколений, так как с детскими организациями они сталкиваются с раннего возраста. И самый главный вопрос, наверное, здесь нужно разработать систему преемственности данных организаций. То есть здесь основным вопросом выступает успешная социализация молодежи. Марк Брюшко, Ирина Камышова, Асхата Бедулов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. В любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Это все новости на сегодня. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, если у вас есть интересная информация. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саубонска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин